По имеющимся у меня моментам я могу претендовать на должность моториста рулевого, капитана первой группы судов водоизмещающего флота и скоростного флота. Однако работать по полученной специальности не могу. Несмотря на имеющееся у меня образование, меня не принимают на должность моториста рулевого. По российскому законодательству эта профессия входит в список запрещенных для женщин. Она просит признать незаконно нарушающий запрет дискриминации в сфере труда отказ общества с ограниченной ответственностью Самарской речной пассажирской предприятия заключить со мной трудовой договор по должности моториста рулевого на теплоходе ОМ-338. Обязать общество с ограниченной ответственностью Самарской речной пассажирской предприятий создать в кратчайшие сроки безопасную сбору труда на рабочем месте моториста рулевого. Вестивьте, пожалуйста, вы исковые требования поддерживаете. Да. Желаете, что ли, выполните на суду? Не желаете или желаете, что ли? В июне 2012 года я работала на теплоходе Москва-95 в СРПТ. И когда появилась возможность перевестись на ОМ-338, я продала заявление, которое все руководящие должности писали. И трудовой договор со мной не был заключен по постановлению правительства МО-62 от 25 февраля. И мы хотели бы предоставить, что считаем, что да, это является дисциплина. Вопросы есть в представительстве от личиков? Скажите, как вы думаете, что работа на теплоходе Москва-95? Москва, Матросы. Хотите идти на очень большую работу? Да. Представители алистинции нет? Скажите, пожалуйста, почему для вас важно получить половину на эту работу? Она более облаченна в сравнении, чем Матрос. И не замотается волевого, можно депланировать механика и работать командной вечности. Скажите, пожалуйста, вы проходите периодические медицинские осмотры? Ежегодно перенавидывается. Какие врачи-специалисты вас осматривают? Гинеколог, флор, акулист, психиатр, нервопатолог, невролог, нарколог. У вас были какие-то выявленные противопоказания о осуществлении трудовой деятельности? Да. Суд обязан выяснить, нуждаетесь ли вы сейчас в этой должности? Нуждаюсь. Присаживайтесь. Так, представьте, владельщика, вам разъясняется возможность где-то отход за заключение мирового соглашения? Мы сейчас даже не обсуждаем в момент, что у вас есть в банке речи, что там будет обращено. Мы этот факт тоже разогнаем и признаем, что в случае, даже если мы решим взять любую женщину, то мы тем самым нарушим законодательство, да, там, это плавно проявление, теперь это трудовые планы, да. Надо это оштрафовать, штраф 200 тысяч рублей. То есть мы, в принципе, на это не готовы идти. Светлана Валерьевна, Общество с ограниченной ответственностью удовлетворить частично признать решение Общества с ограниченной ответственностью Самарской речной пассажирской предприятия об отказе в заключении Смедведевой Светланы Валерьевны трудового договора по мотиву запрета применения труда женщин, нарушающим запрет дискриминации женщин в сфере труда по признаку пола и принципу международного права нормативно скрепленного в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В удовлетворении остальной части исковых требований ответственность Светлана Валерьевна отказать, решение может быть обжалено Самарский областной суд через Самарский район суд города Самары в течение месяца со дня его принятия в окончательном форуме. Суд прямо указал, что отказ применения на работу нарушает запрет дискриминации, которую мы установим международное правило. Это означает, что фактически приоритет и выбор суда был сделан в пользу Международной конвенции, на конвенции о ликвидации отношения женщин. Решение вполне разумное, вполне успешное для и Светланы, вы видите, и для других женщин, которые в такой же ситуации, потому что оно показывает, что нельзя дискриминировать женщин, даже если это написано в российском законе. Потому что есть требования, которые в данной ситуации они ставят выше законы, которые должны применяться. Если бы этот хотя бы список применялся только к беременным женщинам, это еще можно было бы понять. А ко всем подряд, мне кажется, у ребенка в школе спроси, он тоже скажет, что это неправильно. Как-то все равно неправильно.